С добрым утром, мои хорошие! Время 7 утра, я уже доделаю свои дела. Выпустил птичку свою, от корочки у меня. Курец мало. Я думаю, молодняк в этом году будет. Хватит нам на яички. Так что утро наступило, день пошел, стрыжок вот мой ждет. Утки несутся, а яйца мы не едим, их нет. Вот я отдаю ему. Он клюет с удовольствием. Поел, вернее. Не клюет, а поел. Ну вот, что я сотворила вчера с этой сараюшкой. Лампчик тут у меня горит. Оббила стену. Железо положила. Две тонны не так много, хватит. Сын пришел около девяти вечера. Ты что тут делаешь? Расстрою. Ну что ты не можешь меня подождать. Я в пятницу сделаю. До пятницы, мать, за вечер и за утро все сделала. Тут у нас осталось только зерница. Ну тут мешков пять будет. Вон петухи поют. С добрым утром, лая. С добрым утром. Так что вот так вот и сделала. Постелила. На сколько хватит? Там поласик, линолем, вернее этот растяжку, как называется, с Москвы привозили давно. Пойдет. Крысы гонят все равно тут. Как ни стили, все равно гонят крысы. А хороший сарай, денег нет. Чтобы его отстроить. Пойдемте, проведу вас в поутренней нашей деревне. Курицы вот мои. Птичка. Курицы. Вот видите, вот уже начинает топтать. Это что? Это монстры. И как я их не люблю, этих петухов. Бедные девчонки. Неваляшка. Вон какая пушистая, большущая. Соседки еще никого. Тишина. Все еще у меня закрыты. А у меня сын, его полседьмого забрали в поле. Приезжает машина специально за ним. Уазик маленький и забирает. В деревню собирает ребят всех, кто работает, и везут. Там они на трактора садятся и пашут. В общем, круглосуточно у нас идет пахота. А с 28 числа уже пойдет посевная. Будут сеять озимую пшеницу. Вот мои птицы. Птицы, птицы. Поют с утра, поют. Добрым утром всем говорят. Сейчас еще поливать пойду. Вчера рыхлила. И вот где у меня там хризантемы. Сухо прям, сухо. Розы-то я хорошо поливаю, а вот остальное-то не очень. И вот надо сейчас поливать. шланг сейчас протяну и буду поливать. Еще вот вчера кабачки убрала. Надо их оттащить. Я еще не убрала их. Кучка лежит. Это вот мой участочек небольшенький. Мало земли здесь. Я уже здесь в проулке насажала. Вот две яблони у меня растут. Слива. черешню посадила. Это все дичок. Яблоник правда не дичок. Они были колоновидные. Но у них макушки отмерзли. И вот не знаю куда их девать. Ну давай посажу здесь. В лакиве жалко было. А это вот дичок слива. Вот эту кучу сейчас уберу. Уберу кучу. Отнесу. Зачем она тут нужна? Я не люблю чтобы валялась. Вот это ризантема. Видите как сухо тут. Сейчас надо здесь полить все. Дельфиниум я уже обрезала. твела и его обрезала. Сейчас молоденький растет. Две спиреи. Вот моя красоточка. Лаймлайт. И тут вчера рыхлево лазила. Тут мне еще тоже цветочки. Я года четыре назад петуни сажала. Тяжело с ними. Очень вот стоят одни под петуни две штуки. Вешал только аж пол. Нет тяжело. Лето у нас жарко. Они пересыхают. Их то перельешь. То наоборот им сухо. Три машины это все наши. У меня муж был трудовой увечья. Он получил на меня. И вот ему государство давало машину. Сначала такушку дали. Потом пятерку дали. А потом последний грант. И два года даже на ней не проездила его. Не стало его у меня. Только ее одну не оформила. Эти пока не оформлены. А тут моя горочка последняя что у меня есть. весну еще а сейчас уже ничего не цветет на ней. Камешки одни виднеются. А это наша улица. Люди здесь живут. Никого нет. Все спят. Тишина еще. Живут так. Бедновато мы здесь живем. Повредишь в других селах так богато все. И дома и заборы и все так отстроено. А у нас нет. нет возможностей. Беднота одним словом здесь у нас. Живут только одни фермеры. А тут в основном пенсионеры. Что они на 8 тысяч могут себе купить? Ничего. Вот соседка моя. Что она может сделать? Забор вот у нее весь. И живет тоже одна она. Четвер детей у нее. У же конечно взрослые. У внуков куча. Ну так весь гараж на бок и забор вот такой. И не кушано. У меня не лучше весь облупленный. Ну вот сейчас пойдем поливать. Пока солнышко еще не вышло как надо. 7 часов начало 8 сейчас полью. Полью полью. Тоже вот дом облупленный. И разка тоже как говорится все красить надо. На все надо деньги. Денег у нас нету. Буду деньги все сделается потихонечку. вот такой огородик цветочек мои. Да его конечно лучше чем мод по видео. расцветает аметист беленькая. Бутончики беленькие нежненькие. Аметист. А это мельгио. Так цветет хорошо она. Я правда не стала уже обрезать веточки. А то он опять пойдет в рост. Ей надо сейчас укрепиться чтобы в зиму идти нормально с хорошим побегами. Но дождик держит все кверху цветочки держит. А вот этот нет этот уже у нее висят леди офшалот. А это митсамер. Люблю розы митсамер. Ну вот так. Топ гудит зерно сушится сортируется работа идет в общем у нас ток недалеко где-то метров 600-500 поэтому слышно так хорошо. Ну с добрым утром всего вам хорошего хорошего дня. Заходите подписывайтесь ставьте лайки дизлайки как-то надо мне как говорят свой канал продвигать. Конечно я думала может если получится хоть какую-то денежку зарабатывать потому что заработать здесь вообще никакого нет для нас тем более у меня 55 кто мне куда возьмет никто а сын другая семья и вот в общем что зарабатывает и туда и нам получается уже ничего копейки так что вот решила если получится как говорится дай-то бог а нет так удалит и все все дела огурцы мои наверное уберу все это укрытие подергаю их и скопаю помидоры сейчас будем поливать 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 сухо там где-то малинка он у меня спеет надо залезть посмотреть ягодок пять будет что за сорт такой пола она называется выписывала ее там виднеется красненькая ой моя кисточка вон она вон она и вот тут чудок как-то много вот наверху на ней ну когда это если бы она дружно спела то спеет три ягодки две ягодки одна ягодка ну все с добрым утром вас мои хорошие спасибо за просмотр всего-всего вам